Всем привет! Это Василий Пронин из компании Seven Stones Indonesia. И сегодня я хочу вам показать одну виллу, свежепостроенную, новенькую, расположенную в очень классном расположении в центре Убуда. Скажу честно, она мне очень понравилась на фотографиях и на видео, которые я видел. Я решил приехать и посмотреть все своими глазами. И сегодня разберем всю правду про эту виллу. Чему верить, чему не верить, на что обратить внимание, что здесь хорошего и на какие моменты вам могут не очень понравиться, если вы решите задержаться здесь надолго или приобрести что-то похожее. Ну что, пойдем? Начнем с положительных моментов. Что мне здесь нравится? Это закрытая гостиная. С кухней, хорошо оборудованной, с хорошей техникой, с хорошей столешницей. В общем, выглядит все очень замечательно, очень свеженько. Но сразу обращает на себя некоторые моменты. Вот это вот покрытие, как это? Шпон называется. Вот он в тропическом климате на самом деле не очень хорошо себя чувствует. Поэтому я, честно говоря, больше рекомендовал бы клиентам брать кухни, которые сделаны из натурального дерева. И без всякого шпона, потому что от влажности он может сбухнуть и, соответственно, выглядит все будет не очень презентабельно. Здесь, что хорошо, это просторная гостиная. Но, опять же, момент. Хозяйка забыла повесить сюда кондиционеры. В принципе, невелика беда. Совершенно точно есть место, где их можно разместить. Можно установить потолочную систему, потолочный сплит. Есть угол над кухней, где можно поставить сплит-систему. Но кондиционеров по умолчанию нет. Поэтому, если представить себе, что идет сильный дождь, то вы все это закрываете и оказываетесь в очень душном аквариуме. Представьте, что у вас здесь 6-8 человек. На улице жара, идет дождь. И вот такие не очень комфортные условия. Но выглядит все очень красиво. Конечно, любая вилла с просторным участком – это классно. Здесь целых 5 соток. Не могу сказать, что их очень эффективно распределили, но 5 соток чувствуется. Есть пространство, есть классный бассейн. Бассейн не просто 8-метровый, в котором можно только поплескаться. В этом бассейне можно и поплавать. Хорошая классная терраса около бассейна. И вот такой эстетически красиво выглядящий лаунж для отдыха. Все было бы ничего, но вот по моему опыту, на некоторых виллах хозяева, те, которые приобретают виллу уже после строительства, они через какое-то время решают этот лаунж засыпать, потому что у него есть одна проблема. Он очень быстро превращается в рассадник для комаров. А это особенно актуально в Убуде. А почему они там селятся? Влажность, влажность заседает. А не вот здесь, между... Там не гнездо выращивают. Вау! Поэтому выглядит хорошо, но функционал такой вызывает сомнение. Давайте пойдем посмотрим комнаты. Комнаты здесь одинаковые. Мало чем отличаются, кроме площади. По ощущениям сразу заходишь из сада. Хорошие кондиционеры. Все супер. Комфортно. Есть розетки с обоих сторон. Есть небольшое рабочее место, где можно сесть, что-то поделать. Ну вот, кто планировал это пространство, то есть как можно здесь сидеть и куда здесь можно поставить стул. Может быть, ребенок здесь и поместится, а вот мне здесь было бы уже не очень комфортно. Поэтому выглядит функционально, но вызывает сомнения. Опять же, вот этот вот шпон, который они используют везде на дереве, видно, что он понемножечку уже начинает отколупливаться, несмотря на то, что виле всего несколько месяцев. В общем, я бы лучше этого избегал. В Индонезии, на Бали, очень много натуральных материалов. Эти натуральные материалы выглядят намного лучше, чем то, что мы привыкли видеть в Европе. И в Европе это кажется нормальным. Вот это вот IKEA Style. Здесь этот шпон абсолютно везде. Совершенно точно с ним будут проблемы внизу, потому что когда будут убираться уборщики, соответственно, они не будут особо обращать церемониться с этим шпоном. Ну, выглядит хорошо. Для аренды, кстати, если брать что-то для инвестиций, вилла выглядит офигенно, просто замечательно. Поэтому я сюда и приехал, потому что еще раз она мне очень понравилась на видео и на фото. Ладно, продолжаем. Ванная комната, честно говоря, ничего особенного из себя не представляет. В принципе, достаточно функциональная, но откровенно скучная. Наверное, если бы я был здесь хозяином, можно было бы что-то повесить на эту стенку, как-то это все разнообразить. Очень хорошо, что есть окно, очень хорошо, что есть вытяжка. То есть для того, чтобы провентилировать, здесь можно окошко открыть. Единственный вопрос, фиксируется оно или нет. Да, фиксируется. И это хорошо. А вот закрывается оно уже с трудом. Поэтому оставим это персоналу виллы разбираться с этим дальше. Так, да, давай развернемся. Душевая кабина, никаких вопросов нет. Есть вытяжка туда, уходит пар, когда принимается душ. Сам я душ здесь не принимал, не знаю, что здесь с напором воды. Надеюсь, что все нормально. В принципе, удобная полочка для всякой разной косметики. И хорошо, что пол сделан как положено. То есть вода здесь не будет застаиваться. Функционально, комфортно, выглядит неплохо. Странно, что здесь такое для полотенца именно здесь висит. Ну, как бы ладно. Идем дальше. Садик мне нравится, честно. Садик приятный. Что классно, если на вилле живет семья, то есть мелкая зона, где дети могут поплескаться. Есть большой длинный бассейн, где взрослые, ну, реально могут поплавать, могут размяться. И это, конечно, замечательно. Это вот преимущество большого участка. Поэтому, когда вы смотрите виллу, допустим, на 2-3 сотки, поймите, что у вас вот такой роскоши, как на этой вилле, у вас не будет. И поэтому, ну, нормальный размер, вот, наверное, 5 соток, это самое минимальное, на что стоит обращать внимание. Потому что все остальное будет как-то скомканно. Размерчика будет не хватать, территории будет не хватать. Идем дальше. Вторая спальня абсолютно ничем не отличается. Посмотрим ванную. Что здесь? В принципе, комфортно. Ну, вот, я смотрю, что вилла вроде как сдается по месячную аренду, либо ее недавно только построили и собираются сдавать. Нету сейфа. Сейф, конечно, на Бали нужен. Даже он нужен не столько с точки зрения безопасности, а с точки зрения возможного непонимания с персоналом. Потому что часто случаются такие моменты, когда человек, даже какое-то ювелирное украшение, он положил в одном месте, подумал, что положил в другом месте, не может его найти там, где он думает, оно должно находиться. И начинают возникать проблемы, начинают возникать какие-то подозрения, что кто-то у меня его забрал. В общем, я вам рекомендую, когда живете на виллах на Бали, если у вас есть домашний персонал, храните все ваши ценности в сейфе, который здесь забыли поставить. Ванная. Ванная ничем не отличается. Абсолютно такая же. Сейчас попробую еще одно окно открыть. Ну, в общем, какая-то, видимо, здесь глобальная проблема с окнами. А, вот тут вот такой специальный язычок. Нет, оказывается, это я просто не разобрался. Ну, скажу честно, если на этой вилле живут, гости снимают ее посудочно, то вот этот вот язычок резиновый, скорее всего, кто-нибудь сломает, потому что разбираться в том, как открываются и закрываются окна на арендных виллах, совершенно точно гостям нет никакого дела. Пойдемте дальше. Одним из самых больших, наверное, недостатков, ну, или особенностей этой виллы, и это часто встречается на виллах на Бали, является вот такая вот конструкция, когда вилла расположена вокруг, когда все жилые помещения расположены вокруг бассейна буквой П или буквой Л. Вот сейчас день, да, я стою под палящим солнцем. Для того, чтобы мне перейти из одной спальни в другую или из одного помещения в другое, мне приходится выходить на улицу. Представьте себе, что идет проливной ливень, да, представьте, что мы в середине сезона дождей, и вот как перемещаться между комнатами с зонтиком в пончо, не очень понятно. А если нужно принести компьютер, допустим, из спальни, хочется посидеть, поработать в гостиной, в общем, вызывает много вопросов. Однако, пойдем продолжим главной спальней. И попробуем понять, отличается ли чем-то она от двух других. Размер однозначно больше. Размер однозначно больше, немножко больше функционала. На этой вилле не стоят телевизоры, но, видимо, хозяева оставляют это на усмотрение гостей или нового покупателя. Куда повесить телевизор, место есть, то есть его вполне можно поставить хотя бы сюда. Есть телевизор в гостиной, но в спальнях телеков нет. Кому как, я, если честно, люблю иногда сериалы смотреть в кровати. Что в главной спальне хорошо и лучше, чем по сравнению с другими, это есть такой, ну, можно сказать, рабочий кабинет. Опять же, не очень комфортно вот сидеть здесь будет в кресле, особенно если кресло для человека моих размеров. Я не очень большой, но и не очень маленький. Да, то есть мне сюда нужно будет поставить кресло. Вызывает вопрос высота этой столешницы. У меня такое ощущение, что она сделана для азиатского роста, а не для европейского. Потому что, на мой взгляд, стол должен быть сантиметров на 10 и повыше. Соответственно, если я решу закинуть, если я здесь сижу, работаю, если я решу закинуть ногу на ногу, она упрется в столешницу. Опять же, совершенно неоправданная высота этой столешницы. Но это вопрос к проектировщикам. В общем и целом, очень хорошо, что есть окно. То есть здесь, если сидишь, работаешь, ты видишь все, что происходит на вилле. Это приятно. Не знаю для кого как, но я обратил внимание, что на этой вилле кровати так называемого королевского размера. Королевский размер это 1,80 м. В принципе, нормально для большинства людей. Но, знаете, когда вы тратите 300 тысяч долларов на виллу, то хочется нормальной большой кровати. Вот когда живешь в Азии, в Азии очень быстро привыкаешь к тому, что здесь есть пространство, здесь есть роскошь. А вот здесь вот этих вот лишних 20 сантиметров, ну, что казалось бы, почему не добавили? Из каких соображений сделали именно такой формат, мне сложно сказать, но как есть, так есть. Матрасик жестковат, как раз я не говорю. Ну ладно. А, окей. Главная ванная комната. Выглядит, конечно, получше, чем остальные. Очень хорошо, что есть ванна. Очень хорошо, что есть такое пространство вокруг. Наверное, со временем его можно было бы как-то декорировать. Если бы я был владельцем этой виллы, наверное, я бы попробовал посадить бамбук. Но с бамбуком есть проблема в том, что его очень сложно обслуживать, потому что он довольно быстро вырастает вширь, и, соответственно, его нужно будет постоянно постригать. Ну, хотелось бы какого-то более приятного декора вокруг, но в целом функционально, комфортно. Душ такой на слона. Опять же, с точки зрения проектирования смысла в этом нет абсолютно никакого. Честно говоря, я бы, наверное, как и по-другому спланировал это пространство. Может быть, добавил какой-то макияжный столик, которого, если честно, я здесь не заметил ни в одной из спален. Если делают такие душевые, то часто их делают на два человека с двумя душами. Опять же, вопрос функциональности. Ну, вот здесь вот этот вот душ посреди этого огромного пространства выглядит, честно говоря, немножко странно, вызывает вопросы. И, как я уже сказал, вот я здесь нигде не увидел макияжного столика. То есть, единственная возможность для девушки привести себя в порядок – это вот перед такими зеркалами. Причем нужно понимать, что в этой ванной нет кондиционера. Соответственно, после того, как ты в жарком климате принял еще теплый душ, и потом тебе нужно нанести что-то, нанести мейкап, вот в этой комнате делать это абсолютно некомфортно, абсолютно неудобно, потому что здесь просто будет элементарно жарко, элементарно душно. Следующий момент – огромное пространство, огромный рабочий стол. Почему только одна раковина, тоже непонятно. Это главная спальня, в главной спальне очень часто два человека одновременно чистят зубы, принимают вечерний туалет. Здесь всего одна раковина, то есть придется ждать друг друга. Вопрос функциональности по этой вилле, он возникает постоянно. И это вот говорит о том, что очень часто за внешним таким воском, за внешней красотой скрываются многие моменты, которые не видно непрофессионалу, скажем так. Ну и честно говоря, мне не очень хотелось критиковать эту виллу. Я сюда ехал с очень позитивным настроем, и в общем и целом в этой вилле вполне можно жить. Очень хорошо, что она новая, она свеженькая, конечно, выглядит очень привлекательно. Для долгосрочного пожаржевания вызывают вопросы. И несколько еще чисто технических моментов, если вы когда-то решите строить свой собственный дом, чего не стоит делать. Но вот обратите внимание на гостевой туалет. Это просто закрытая комнатушка, даже руки помыть негде. Люди поставили гостевой туалет, нет ни зеркала, хотя здесь пространство позволяет. Почему нельзя было сдвинуть стенку еще на полметра? Тогда было бы достаточно места для того, чтобы поставить раковину, потому что, ну вот, собственно, сходил в туалет, а руки помыть негде. И одно из самых больших, честно говоря, разочарований, которые я здесь испытал, это комната для персонала. Ребята, ну это ужасно. То есть здесь ни стиральную машинку поставить негде, нет ни комнаты для персонала, нет второй кухни. Соответственно, персонал постоянно будет крутиться непонятно где, нет двери между гостиной и помещением для персонала. То есть даже если здесь что-то хранится, хранится какие-то продукты, какой-то склад, им постоянно придется ходить, носить грязь на ногах. Скорее всего, тапочки они не будут одевать. Поэтому вот это вот помещение в гостиной, оно постоянно, вот это вот пол, оно постоянно будет в грязи. Потому что нет никакого навеса. Нет навеса между персоналом, нет навеса между парковкой, нет навеса между гостиной. Смотрите, мы в Азии, все приготовления возможны только на хозяйской кухне. Во-первых, всего две конфорки. Соответственно, даже не развернуться. Нет духовки, есть только микроволновая печь. Если вы готовите здесь азиатские блюда, особенно с рыбным соусом, то, соответственно, ну просто запах удеваться негде. Поэтому всегда на хороших, качественных виллах обязательно есть две кухни. Так называемая влажная кухня, где готовят персонал, и основная кухня, где вот, ну ты встречаешь гостей, там налил для них венца, что-то там подразогрел и все, не более чем. На этой вилле, к сожалению, этой привилегии отсутствуют. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, это вот эта вот парковка. Очень классно, что она просторная. Есть место для двух машин, нескольких метербайков. Ну, ребята, за 307 тысяч долларов вилла, ну неужели нельзя за полторы тысячи долларов сделать навес? Чтобы гости могли чувствовать себя комфортно, чтобы не садиться на байк под дождем, чтобы машина не стояла на солнышке, постоянно не нагревалась. Ну, вот такие моменты, которые говорят о том, что если эту виллу рассматривать под покупку, то в нее нужно вложить еще достаточно приличную сумму денег, для того, чтобы поставить индиционеры в гостиную, для того, чтобы сделать навес на парковку, ну и еще какие-то видоизменения. Пойдем поговорим о деталях, что почем, где она расположена, сколько спален, какая площадь, площадь участка, площадь дома и сколько она стоит, самое главное. А теперь давайте посмотрим, какие технические характеристики этой виллы. И в будущем, когда вы увидите такую виллу на фотографиях или похожую, вы будете понимать больше, что с ней делать, какое она площади, сколько на ней спален, какой у нее бассейн, ну и другие моменты. Эта вилла расположена на участке 5,1 сотки или 510 квадратных метров. Немаленькую территорию отъедает парковка, поэтому я думаю, что для самого жилого дома осталось примерно порядка 4 соток. Площадь всех зданий здесь составляет, согласно заявлению собственника, 175 квадратных метров. Склонен поверить, большую часть участка все-таки занимает бассейн, терраса около бассейна и сад вокруг бассейна. Большой бассейн здесь, я уже несколько раз говорил о том, что это очень большое и замечательное преимущество. На вилле 3 спальни. У каждой спальни отдельная ванная комната и гостевой туалет без раковины. Это мы тоже уже разбирали. Длина бассейна 17 метров, ширина 3 метра. 17 метров это хороший плавательный бассейн, где можно спокойно с утра проплыть несколько кругов, получить хорошую зарядку. И это замечательно. На мой взгляд, на вилле есть все необходимое для того, чтобы заехать и задержаться здесь на какое-то время. Но для постоянного прошивания, конечно, многого не хватает. Каких-то аксессуаров на кухне, каких-то сковородок, кастрюлек, каких-то приятных аксессуарчиков. Не хватает приятного домашнего декора в спальнях. Но это все уже собственники. Если они покупают эту виллу, то они это делают для себя. Если вы заселяетесь на такую виллу, например, на месяц, на два, есть ощущение, что вам постоянно будет казаться, что чего-то не хватает. Каких-то маленьких моментов. И это то, к чему стоит быть готовым. Особенно, если вилла новая, с иголочки. На ней еще никто не жил. А значит, еще на вилле не накопилось достаточное количество чужих вещей, которые люди оставляют после себя, уезжая. Они накапливаются. Ну и, в общем-то, следующие проживающие могут ими пользоваться. Вилла предлагается в аренду на 30 лет. Это долгосрочная аренда с возможностью продления. Под возможностью продления я, к сожалению, эту информацию не узнавал. Но знаю, что она теоретически в продлении возможна. На каких условиях, не знаю. И стоимость аренды этой виллы на 30 лет составляет 307 тысяч долларов или 4,8 миллиарда рупий. Если говорить про перспективы этой виллы, стоимость ее аренды на современном рынке, я думаю, может составлять порядка 2-2,5 тысяч долларов в месяц, включая интернет. Кстати, интернет здесь быстрый. Мы проверили. 75 мегабит. Это очень здорово. И, кстати, еще одним преимуществом, огромным преимуществом конкретно данной локации является то, что она очень удобно расположена недалеко от центра Угуда, а также совсем рядом с спортивным клубом Тити Бату из международной школы, которая называется Пиланги Скул. До нее буквально полтора километра можно прогуляться пешком буквально 15 минут, ну, либо доехать на байке или на автомобиле. Это совсем рядом. В общем-то, я хочу сказать, что одна из основных преимуществ данной виллы это именно локация. Она расположена с южной части Угуда. Это значит, что если вам нужно отправиться куда-то на юг, у вас есть какие-то дела, доехать до аэропорта или до пляжа, то вы сможете это сделать без пробок, не проезжая через центр Угуда. Это, конечно, огромное преимущество. И то, что рядом находится замечательный спортивный клуб Тити Бату, он же является таким, типа, центром социальной жизни. Там очень много иностранцев, и прямо напротив него расположена международная школа. Про остальные моменты, все плюсы и минусы конкретно данной виллы рассказал. Надеюсь, будет понятно, на что обратить внимание, когда вы будете подбирать свой объект. И в том случае, если вы не хотите сделать ошибки при выборе виллы, не забывайте обращаться к профессиональным агентам. Агенты не просто так получают свой хлеб, они не увеличивают цены, если мы говорим про профессиональных агентов. Есть барыги, а есть профессиональные агенты. Профессиональные агенты продают объект недвижимости по той стоимости, которая установлена ее владельцем. Комиссию агенту платит владелец из тех денег, которые он зарабатывает. Поэтому, работая с профессиональными агентами, у вас всегда будет прямой договор с собственником, у вас всегда будет возможность пообщаться, обсудить в том числе детали какие-то, которые вас интересуют, обсудить, например, гарантию, поскольку эта вилла построена с нуля, и вы еще не знаете, насколько хорошо она себя будет чувствовать в следующие год-полтора. Вы сможете обсудить все эти возможности, обсудить их с собственником, и агент в данном случае на вашей стороне, потому что нам с вами потом работать, сотрудничать на протяжении долгого времени. Если что-то пойдет не так, мне вам не хочется, чтобы у вас были к нам какие-то претензии. Спасибо за внимание. С вами был Василий Пронинг, представитель агентства Seven Stones Indonesia. У нас есть два направления. Это сопровождение бизнеса, инвестиционный консалтинг, а также агентство недвижимости. И поэтому иногда я буду приглашать вас на такие виллы-экскурсии, показывая, как очень классные объекты, новые объекты, расположены в замечательных локациях, но также обращая внимание на какие-то шершавости, на которые стоит обратить внимание при выборе своего объекта для будущих инвестиций или даже для долгосрочного проживания на острове. Спасибо, до новых встреч. Все мои контакты находятся внизу под этим роликом. Оставляйте комментарии, обращайтесь, будем рады вам помочь. Пока!